Ну что ж, шестое уголовное дело. Информацию об этом уголовном деле я получил как раз-таки в дороге, поэтому прошу прощения, может быть, за качество съемок, за антураж, который вокруг меня. Шестое, которое стучится в плечи, может быть, седьмое будет, может быть, восьмое, но все-таки я хотел бы пожелать себе, а может быть, скорее всем нам, чтобы мы как можно быстрее возбудили уголовное дело в отношении главного преступника, который совершает реальные, а не вымышленные, эффективные уголовно наказуемые деяния, а также и в отношении его сообщников. Я думаю, что это уголовное дело, ответ нашей команде, ответ лично мне за принципиальную позицию, за то, что мы настаиваем на привлечении к ответственности всех тех, кто давал приказы и совершал убийства, насилия, совершает с сегодняшнего дня, еще сегодня, пытки, необоснованные аресты, задержания, массовые репрессии в отношении белорусов. Все они действительно, как написала сегодня Генеральная прокуратура, будут привлечены к ответственности. И ответственность, она будет неминуема. Я вспоминаю 2012 год, тот год, о котором говорится сейчас. Как раз именно тогда впервые национальная киностудия «Беларусьфильм» получила награду на самом престижном в мире международном Каннском кинофестивале за фильм по произведению Василя Быкова «В тумане». Я помню, сколько усилий предлагало идеологическое управление, администрация Лукашенко, чтобы заставить меня отказаться от съемок этого фильма. Но как раз-таки этот фильм был снят в сопроизводстве с рядом других кинокомпаний и заслуженно получил высшую награду, высшего, самого престижного кинофестиваля, киноиндустрии в мире. Награду международных журналистов. Вы знаете, кто-то в комментарии мне написал, мне кажется, очень интересную, может быть, смешную, с улыбкой мыслью. Наверное, уже скоро будут наказывать даже за то, что ты родился на этот свет и позволил себе критиковать узурпатора. Может быть, следующее будут наказывать родителей, может быть, друзей. Это сталинский режим, сталинские времена, которые наступили в нашей стране. И реально мы являемся этому свидетелями. Но тем более, вот подобные действия генеральной прокуратуры ни в коем случае меня не демотивируют, а только мотивируют на то, что мы будем бороться, мы будем добиваться справедливости, мы будем добиваться ответственности всех тех, кто виновен в совершении преступлений против человечности, актов международного терроризма. И об этом вчера я говорил в Брюсселе и председателю Европейского совета Шарли Мишелю и Еврокомиссару, ответственному за вопросы внешней политики и безопасности Боррелю. Об этом я буду говорить другим политикам, министрам иностранных дел. Преступления против белорусского народа должны быть наказаны. Те репрессии, которые сейчас развернуло в отношении культуры эта хунта, тоже должны быть наказаны. И завтра у меня состоится встреча с руководством ЮНЕСКО, где мы также будем обсуждать и эту проблематику. Это невиданные события в 21 веке, это фактически беспрецедентная ситуация таких массовых репрессий в отношении европейского народа после завершения Второй мировой войны. Я верю в Беларусь, я уверен в том, что мы победим. И живе Беларусь, и пахне шабор!